Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Отрезанными от города оказались жители сел Ермоловка и Аибга. Из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцир произошло подтопление и обвал части автомобильного моста. Многоквартирный жилой фонд города полностью готов к холодам. Управляющие компании отчитались о проделанной работе. Так ли это на самом деле? Сегодня на специальном совещании выяснял глава города. В Сочи впереди Анталья. Южная столица опередила конкурентов по пассажиропотоку в ноябрьские праздники. Сегодня отрезанными от города оказались жители сел Ермоловка и Аибга. Это тысячи человек. В связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцир на четвертом километре автодороги Адлер-Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. На участке дороги, который находится в ведении края, сегодня было организовано реверсивное движение. Общественный транспорт следовал по обычному маршруту с остановкой перед мостом. Далее пассажирам пришлось переходить мост пешком, а там уже пересаживаться на другой автобус. Это вынужденная мера в целях обеспечения безопасности людей, отмечает руководство города. В течение дня на месте работала оперативная группа Сочинского спасательного гарнизона, аварийные службы Адлерского района, ГИБДД и Росдорстрой. В ликвидацию ЧЭС также задействованы десятки единиц спецтехники и 30 специалистов. Большинство из них – сотрудники ДРСУ, на чьем балансе и находится объект. Ситуация также находится на контроле главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Кстати, непогода будет и завтра. В Сочи снова прогнозируют сильный дождь и ветер. Осадки ожидаются утром и днем. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели МЧС рекомендуют в указанный период сочинцам и гостям города быть особенно осторожными, соблюдать меры безопасности, воздержаться от прогулок рядом с горными реками и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. Ну а с началом холодов до масочинцев, как и положено, пришло тепло. До официального старта отопительного сезона в Сочи остался один день. Но, несмотря на это, десятки городских объектов и жилых, и социальных уже отапливаются. По поручению мэра курорта котельные начали запускать с 13 ноября. Ответственные отчитались. Многоквартирный жилой фонд города полностью готов к холодам. Так ли это на самом деле? Сегодня на специальном совещании с участием председателей ТОС и управляющих компаний выяснял глава города. Чтобы в эту зиму город вступил без аварийно, специалисты все лето занимались модернизацией котельных. Сегодня, уверяют в теплосетях, надежность и качество теплосистемы увеличены вдвое. Практически в каждой котельной курорта заменили теплообменное и насосное оборудование. Одновременно с модернизацией котельных было проведено и техническое переворужение тепловых сетей. Были заменены сети, которые в ветхом состоянии находились, а также сети, где пропускная способность не позволяла улучшить гидравлический режим. В частности, это улица Альпийская, где была увеличена многолетняя проблема, где жители страдали от плохого качества тепла. В этом году надеемся, что качество теплоснабжения будет на высшем уровне. Это 14-я самая большая котельная города Сочи. Отсюда теплоснабжение поступает в центр курорта в микрорайоны Макаренко и завокзальные. Нагрузка серьезная. Но в этом сезоне котельная работает по-новому. В рамках модернизации установку, от которой одновременно питались районы, разделили на три зоны. На каждую зону установили свою насосную группу отдельную, свои теплообменные аппараты установили. Теперь разность давлений уже никак не повлияет на гидравлический режим целиком на весь город. Потому что все районы находятся в разных геодезических отметках, и поэтому на каждую зону идет отдельное давление. Город к холодам действительно готов, подчеркивает глава города. И все же одновременно подать тепло во все дома ресурсникам не удалось. Из-за плановых работ в пятой котельной Донская накануне осталась без горячей воды. Завтра, подчеркивает Анатолий Пахомов, микрорайон, как и в целом весь Большой Сочи, должен быть полностью обеспечен теплоснабжением. Есть проблема по котельной. Это котельные хосты, которые обслуживают микрорайон Мамайка. И эта проблема в том, что Межрегионгаз не подает газ. Хотя есть судебное решение, которое обязывает Межрегионгаз подать газ на котельные акционерного общества хоста. Я думаю, что служба судебных приставов и прокуратура сегодня разберется. И, наверное, будет восстановлена законная справедливость решением суда. Будет подан газ на хост. И таким образом, все наши микрорайоны города будут в полном объеме обеспечены теплом. Что касается подачи тепла в дома, то мы сегодня видим, что практически 25% домов, которые имеют централизованное отопление, они уже получили тепло. В этом году в отопительный сезон мы войдем плавно и организованно. В основном все сложности, которые возникали в рамках подготовки к отопительному сезону, связаны с задолженностями. Оплата по счетчику не всегда своевременна. Отсюда и долги муниципального предприятия «Сочи Теплоэнерго» поставщику газа. Как в случае с частной котельной хоста. К сожалению, не все управляющие компании отличаются стабильностью в работе и ответственностью. Там, где безответственно относятся руководители управляющих компаний к подготовке в работе в ОЗП, там и жители в большей степени страдают. Есть работа Департамента городского хозяйства, направленная на административные санкции, это штрафы. Они и до 250 тысяч рублей доходят, и вплоть до лишения лицензии. В городе Сочи уже есть ряд компаний, которые, к сожалению, пошли по наклонной по этому пути. Ведутся мероприятия по отзыву лицензий. Самая большая задача, которую мы совместно должны решать с населением и управляющими компаниями, это дисциплина платежей. Если до кого-то из горожан тепло завтра не дойдет, Анатолий Пахомов просит информировать его лично. Позвонить можно на горячую линию главы города или на номер телефона оперативного дежурного теплосетей 233-41-10. В Сочи начались работы по обустройству детской площадки в селе Иларионов Кадлерского района. Сегодня там побывала наша съемочная группа и увидела, как выполняются наказы избирателей. Подробности у Елены Овсециной. Современную детскую площадку начали обустраивать на месте старой, которая, конечно же, требовала обновления. С просьбой к депутатам городского собрания Сочи обратились местные жители. Теперь их здесь, в Иларионовке, в два раза больше. Люди приезжают из других регионов, покупают дома. Депутаты 4-го Кудыбстинского избирательного округа Леонид Остринский, Максим Медведев и Иван Савин выделили 400 тысяч рублей на обустройство новой детской площадки. Сегодня они уже приехали, уже начали выполнять работу уже. У нас уже каждый днём детей уже больше и больше. И хоть что-то было, нашим детям хотя бы что-то сделали, детскую площадочку. У депутатов городского собрания Сочи это уже не первый опыт обустройства детских площадок. Сейчас они более компактные, с современным покрытием. Установят здесь два игровых элемента и сделают новые ограждения. Так что в селах вот уже последние два года детские игровые зоны ничем не отличаются от городских. Сформировали такое программное задание и сегодня начало реализовываться это предложение. Я думаю, что мы 10 декабря, эти работы будут завершены и в селе появится благоустроенная детская игровая площадка. В планах у народных избранников обновить и местный футбольный стадион, на котором будут заниматься ребята постарше. У нас в этом году был чемпионат Кудесвинского сельского округа по футболу. Очень активно у нас уже практически во всех селах есть футбольные поля, или больше, или меньше. Но, ребята, есть футбольные команды, сформированные в каждом населенном пункте. Я надеюсь, что мы и здесь возродим это футбольное поле, и здесь сформируется хорошая футбольная команда. Депутаты городского собрания Сочи Остринский, Медведев, Савин и дальше готовы помогать жителям села Иларионовка, чтобы там появились свои черышевые дзюбы. Они, конечно же, появятся, если у мальчишек будет где погонять мяч. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 15 ноября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 12-14 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом, команда профессионалов, которой стоит доверять. В Сочи открылся слет народных университетов. В течение четырех дней на базе санатория знаний участники Большого форума, руководители и представители народных университетов, активисты общественных организаций. Это свыше 2000 человек, обсудят возможности и перспективы, которые открываются для пенсионеров. Подробности у Татьяны Говорковой. Это четвертый по счету слет народных университетов. И по традиции он проходит на базе санатория знания. Его участники представляют более 70 регионов России. Это руководители и актив народных университетов, представители общественных организаций, гости и жители курорта. Будучи активным участником слета, Алла Стеценко сама создала и стала руководить несколькими клубами. Уже года два здесь я. Здесь очень интересная жизнь, очень интересно идут занятия у нас. Не только занятия. Уже у нас появились определенные группы. Группа, допустим, хозяюшки, клубы определились, клубы по танцам. У нас будет очень интересная задумочка. Пока с моделей. Мы красотки все, мы молоденькие все, мы не говорим, что 55 за. Люди старшего поколения могут жить ярко, активно и интересно. И это золотое утверждение участников слета и декады зрелого возраста, которое проходит наряду с основным мероприятием. Здесь люди старшего поколения получают дополнительное образование, принимают активное участие в общественной, творческой и культурной жизни. В программе слета более 120 учебных мероприятий. На площадке санатория знания интересные, а главное полезные лекции проведут десятки спикеров из разных регионов России. Также задействованы и другие крупные объекты санаторно-курортной отрасли курорта. На этих площадках организованная дискуссия о месте, о роли, о значимости старшего поколения с привлечением самых лучших спикеров России. У нас участвуют и ученые, представители экспертного сообщества. Очень большое количество приехало людей из общественной сферы, причем людей, заметных в федеральном масштабе. Открытие форума началось со знакомства с лечебными возможностями курортов Юга России и в частности Сочи. Помимо темы здоровья, обсудили вопросы семейных отношений и поговорили о планах на пенсионный период, поскольку среди участников слета не только представители серебряного возраста, но и молодого поколения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. С начала этого года Крайинвестбанк выдал жителям Кубани кредитов почти на 4 миллиарда рублей. И это на 9% больше, чем в прошлом году. Развитие банка и дальнейшие перспективы Вениамин Кондратьев обсудил с председателем совета директоров Крайинвестбанка Михаилом Якуниным и председателем правления Игорем Лагвиным. Сегодня финансовая организация выходит на новый уровень. Одним из приоритетных направлений является обслуживание зарплатных проектов работников бюджетной сферы и повышение качества этих услуг. Как в свою очередь отметил Вениамин Кондратьев, поддержка финансового института крайне важна для тех, кто только делает первые шаги в малом и среднем бизнесе. Банк находится на стадии развития, при том достаточно динамичного развития. Я думаю, что мы с вами должны сегодня уже обсуждать перспективы дальнейшего развития Крайинвестбанка. Это банк, который был региональным банком, и я уверен, он и остается региональным банком. И здесь важно, чтобы он был не просто региональным банком по практическому принципу или по названию, а по делам, по содержанию именно, по тому перечню услуг, пакету, который вы предлагаете сегодня. И я бы очень хотел, чтобы ваше развитие было все-таки сконцентрировано, в том числе и на малом и среднем бизнесе нашего края. И чтобы на самом деле не было проблем у малого и среднего бизнеса с кредитованием в Крайинвестбанки. Прошу вместе с нами где-то поверить в тот бизнес, который сегодня, может быть, только что нарождается. Поверить и прогритовать. А завтра из малого он превратится в средний, а из среднего в крупный большой бизнес. Действительно, Крайинвестбанк – это банк Краснодарского края, и все усилия банка сфокусированы на рост и развитие экономики региона и обеспечении населения современными передовыми услугами. Банк активно растет в сегменте физических лиц. С начала года мы уже выросли на 20%. Это одни из самых высоких темпов роста в Краснодарском крае. И думаю, что год закончим приростом порядка 30%. Крайинвестбанк обслуживает около 300 тысяч частных клиентов и более 100 тысяч работников в бюджетной сфере. Для того, чтобы потребителю было удобно пользоваться финансовыми услугами, организация переходит на современную цифровую платформу. Сегодня Крайинвестбанк занимает второе место среди региональных банков по активам, объему кредитного портфеля и вкладам населения. Вся Россия на форуме «Сифт» в Сочи в городе готовится к проведению международного туристского форума, который считается главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в России. Россия – страна с богатым туристским потенциалом и российской курортной отраслью есть, что предложить своим, в том числе зарубежным туристам. Внутренний и въездной туризм в России сегодня – это колоссальный перспективный рынок, значимая часть российской экономики. И как любая отрасль бизнеса, внутренний и въездной туризм в России имеет свою деловую площадку, на которой обсуждаются текущие положения, проблемы и перспективы. Международный туристский форум «Сифт» традиционно проходит в Сочи. В этом году с 22 по 23 ноября. Как обычно, в рамках «Сифт» состоится конгрессно-выставочное мероприятие. Его важность подчеркивается поддержкой федеральных и региональных профильных ведомств. В целом же сочинская площадка имеет федеральный масштаб и объединяет несколько деловых форматов. Помимо выставочной экспозиции, это деловая часть и так называемая практическая, что позволяет участникам и гостям турфорума полноценно решать их бизнес-задачи. В Дании турфорума пройдут международная туристская выставка курорта и туризм, гостиничные рестораны, бизнес, конгресс, стратегические вопросы и практические решения для внутреннего и въездного туризма в России. Участие в турфоруме – уникальная возможность продемонстрировать все аспекты организации отдыха, туризма и лечения, познакомиться с новинками и заключить прямые договоры на сезон 2019 года. Он актуален в том числе и потому, что он проходит как раз, во-первых, мы убиваем несколько зайцев. Первое, он у нас проходит в ноябре месяце, это самый низкий сезон для загрузки наших отелей в городе Сочи, поэтому мы его стараемся наполнять разного рода событийными мероприятиями, в том числе вот сейчас это будет международный туристский форум. Во-вторых, на этот туристский форум мы собираем все заинтересованные стороны в части проведения очередного туристского сезона 2019 года. И здесь уже, присутствуя в городе Сочи, люди, предприниматели на основании той информации о тенденциях новых, о новых направлениях, уже принимают решение, как им дальше вести свой бизнес. И, естественно, каждый год появляются новые турагентства, новые туроператоры, которые также планируют продавать город Сочи, и они также приезжают к нам и заключают договора с нашими гостиничными предприятиями, санаторно-курортными предприятиями. Кстати, Сочи опередил Анталью по пассажиропотоку в ноябрьские праздники. Московский аэропорт Домодедово подвел итоги, которые показали, что самый большой прирост зафиксирован на направлении Москва-Сочи. В первую пятерку российских направлений вошли Симферополь и Сочи по 15,5 тысяч человек, Санкт-Петербург – 14 тысяч, Краснодар – 10, Новосибирск – чуть более 9 тысяч. Наибольший прирост по сравнению с результатом аналогичного периода 2017 года продемонстрировал Сочи пассажиропоток на курорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4600 человек, или 41,8%, а в Краснодар пассажиропоток вырос на 16%. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Дубай, Минск и Ереван, сообщает газета Российского союза «Туриндустрии». Традиционные гонки под парусами пройдут в акватории Сочи. С 19 по 23 ноября в акватории Югспорта пройдет 9-й заключительный этап Кубка России в олимпийских классах «Яхт Финн» в рамках всероссийского соревнования «Черноморская регата». В это время в Сочи соберутся сильнейшие молодежные и юниорские коллективы со всей страны, чтобы определить, кто станет лучшим на ноябрьских ветрах. Судя по всему, борьба за призовые места на этом этапе будет очень интересной, динамичной и непростой. Переменчивая и прохладная погода явно будет этому способствовать. Для зрителей вход свободный, но при себе необходимо иметь удостоверение личности для прохода на территории яхт-клуба. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok